Не только зачем Росатому, но и зачем его партнерам в Европе это делать. В Европе, в частности, в Германии, в данном случае речь идет о вывозе отходов из Германии, есть довольно большая проблема с хранением отходов. Это очень дорого и намного дешевле дать деньги Росатому, там на порядок меньше расходы, чтобы он эти все отходы забрал. Вместе с этим в России запрещено ввозить радиоактивные отходы в страну, то есть неважно для чего, в принципе запрещено. И поэтому, с одной стороны, компания Уренко, с другой стороны, госкорпорация Росатом делают вид, что они не отходы перевозят из одной страны в другую, по сути, на окончательное захоронение, а занимаются какой-то такой высокотехнологичной услугой под названием дообогащение. Ну, формально, вполне возможно, они и делают дообогащение, но в результате этого процесса небольшое количество ввезенного материала в измененной форме, там становится немного больше урана, отправляется обратно поставщику в Европу, а где-то примерно плюс-минус 90% по объему вот этих отходов остаются в России на окончательное захоронение. Основная опасность при хранении, она в том, что в том случае, если с контейнерами что-то случится, например, коррозия, произойдет выход вот этого токсичного радиоактивного вещества в окружающую среду, то могут очень сильно пострадать люди, в том числе и может быть летальный исход для кого-то. И, конечно, есть, скажем так, очень большие сомнения в отношении безопасности хранения этого вещества в контейнерах на урановых комбинатах в России. Фактически эти контейнеры тысячами лежат под открытым небом на обычном асфальте. 15 лет назад Русатом признавал, что есть проблемы с хранением. За 15 лет все-таки маловероятно, что даже технически возможно переупаковать миллион тонн этих отходов, которые хранятся сейчас в России. Те объемы, которые вы перечисляете, это же какая-то должна быть невероятная вообще широта потенциального поражения, да? В том случае, если с этими отходами что-то такое случится, что много контейнеров разгерметизируется, тогда, конечно, в пору будет говорить об экологической катастрофе, и это может затронуть довольно большую территорию. Но, к счастью, пока этого не произошло.